К нам присоединяется Александр Морозов, российский политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Вот продолжая тему сюжета, как вы полагаете, вот это недовольство, жалобы на издевательство, они перейдут в что-то более серьезное, в какие-то выступления, или просто снова власть всех заставит замолчать? Во всяком случае, очень многие сейчас фиксируют то, что буквально в последний месяц идет достаточно активное захватывание людей, их отправляют в военкоматы, и это позволяет говорить о том, что действительно у Кремля очевидны трудности, поэтому не только масштабная мобилизация невозможна, но и даже вот такое пополнение потерь, которые есть у армии, даже в таком формате, оно достаточно трудно идет, и сталкивается с тем, что приходится, да, забирать тех, кто до этого пользовался и отсрочкой от армии, и имеет медицинские противопоказания, так что сейчас это очень заметно. Что будет с отношением к этому обществу? Ну да, конечно, надо иметь в виду, что Кремль привык такие ситуации решать деньгами, что называется, то есть заливать деньгами ситуацию, и, наверное, будет такая попытка и в отношении родственников, которые сейчас выступают за то, чтобы прекратилось вот это насилие в отношении тех, кого забирают в военкоматы и быстро отправляют в действующую армию. Но, тем не менее, ситуация, мне кажется, довольно непростая, то есть она не дает оснований Министерству обороны Российской Федерации ну как бы триумфально отчитываться о том, как пополняется армия сейчас. И если год назад, да, многие активно шли, конечно, из-за денег, из-за выплат, и можно было отчитываться об этом как о каком-то большом патриотическом движении, то сейчас, конечно, этого явно нет. И это видно, кстати говоря, и по телеграм-каналам военкоров, в которых сейчас довольно заметен пессимизм, несмотря на эти перемены в руководстве армии, которые Путин произвел. Ну, действительно, потери российской армии, по данным Генштаба ВСУ, уже свыше 500 тысяч человек, и, видимо, пытаются восполнить вот это все, что они потеряли здесь на фронте. Такой еще вопрос. Жители Коми попросили пожертвовать личное оружие российским военным, чтобы помочь отражать атаки беспилотников. Вот с такой инициативой обратился губернатор региона. Это что получается? Не хватает на фронте оружия? Или это власти боятся, может, там, бунтов, и таким образом перестраховываются? Ну да, здесь скорее речь идет о втором, мне кажется. Все-таки это такая пиар-акция руководства Коми, направленной на то, чтобы продемонстрировать Кремлю, то есть своему руководству, что население там готово отдать свое оружие. Ну какое оружие? Это же очевидно, что у населения Коми нет ничего, кроме охотничьего оружия, которое вряд ли может быть использовано эффективно против дронов. Для этого требуются винтовки и винтовки военного образца. Так что, я думаю, это такой просто пиар-жест. Но, тем не менее, сейчас это все звучит, потому что видно хорошо, что губернаторы стараются, конечно, перед Кремлем как-то, так сказать, сохранять лицо, выслуживаться, показывать такой рост патриотизма, которого в реальности сейчас, конечно, нет. Все больше стран дают разрешение Украине бить своим оружием по военным целям, которые расположены на территории Российской Федерации. Вот сегодня очередное заявление сделал зампредсов без России Медведев. Он в телеграме написал, что Запад ошибается, если считает, что РФ не решится применить ядерное оружие. И далее подчеркнул, что ранее Путин заявлял в европейских странах очень высокая плотность населения. Это вот цитата такая. Вот это очередная пугалка ядерным оружием по поводу плотности населения. Зачем снова он говорит об этом? Он хочет запугать Запад или своих же россиян? Ну, это в первую очередь, конечно, такая как бы дипломатия своего рода. То есть это на международный уровень направлено в первую очередь. Но при этом надо им помнить, что Кремль уже раз шесть как минимум при повороте событий вокруг войны, он делал подобные заявления. Сейчас важный момент, безусловно, это все видят. Война переходит в другую, в новую фазу. И то, что не только американская администрация, но и целый ряд еще руководителей из европейских стран и руководство НАТО, Столтенберг, высказываются о том, что Украина имеет право использовать ракеты неукраинского производства по целям на территории Российской Федерации. Это, безусловно, важный и в каком-то смысле слова поворотный момент. Потому что, скажем, на предыдущем этапе украинская эффективная дроновая война изменила ситуацию для Российской Федерации, несомненно, в худшую сторону. И сейчас есть все основания полагать, что Кремль столкнется с последствиями, которые неизбежны в случае, если Украина начнет бить по дальним аэродромам, по дальним элементам военной инфраструктуры Российской Федерации. Так что Медведев понятно, почему угрожает, понятно, почему в Москве звучат голоса об использовании ядерного оружия, но в то же время мало кто считает, что Кремль решится реально использовать ядерное оружие на этом этапе войны. Вот интересна и реакция российских пропагандистов на то, что страны разрешают, все больше стран разрешают Украине бить своим оружием по территории России. Они как-то считают, там, карты рисуют, куда может долететь ракеты из других стран, но как-то обходят стороной и забывают о том, что украинские беспилотники летают еще дальше, там, и на 1800 километров. А почему так происходит? Ну, надо сказать, что ведь Кремль, это важный момент, Кремль сейчас уже считает, что он ведет войну с Западом, а не с Украиной. И как раз в этом смысле слова какие-то ограничения, которые европейские или американские какие-то политики, они настаивают на каких-то ограничениях, это лишено смысла. Почему? Потому что Кремль ни в чем, так сказать, никакая, ну, как бы сказать, никакая тут позиция Запада не убеждает. Кремль считает, что он ведет войну с Западом. Вот и все. И поэтому я думаю, что существенно, конечно, для Кремля, то, что дроны все-таки с точки зрения Кремля украинские, они произведены в Украине и являются украинским оружием. Американские ракеты или немецкие, или британские, это, конечно, для Кремля, так сказать, символизирует то, что он ведет войну против Запада. Отсюда и реакция. Ну, я думаю, что в реальности нет никакой разницы сейчас между украинским собственным оружием и иностранным оружием, которое используется в борьбе против России. Именно потому, что у стран глобального альянса поддержки Украины все равно нет никакой перспективы дистанцироваться дальше от борьбы с Кремлем. И это совершенно ясно видно по позиции многих стран, скажем. Мы видим, что Польша принимает решение усиливать противовоздушную оборону. Мы видим, что европейские генеральные штабы фиксируют для себя необходимость стремительного развертывания производства снарядов не только для поддержки Украины, но и для собственных нужд. Таким образом, этот процесс идет и будет идти дальше. И я не сомневаюсь в том, что возможность Украины наносить удары по российской военной инфраструктуре, что это, конечно, чрезвычайно важный элемент и обороны Украины, и не только Украины, но и в целом Европейского Союза. Есть предположение, что Россия будет каким-то образом мстить. Вот, например, серия пожаров на складе в Восточном Лондоне, магазине Икея в Вильнюсе, в Варшавском торговом центре, крупнейшем в Польше, потом подготовка к диверсиям на военной базе в Баварии, граффити антисемистские в Париже, повреждение подводного газопровода. И вот все эти события западные спецслужбы считают, могут быть частью системной попытки Москвы дестабилизировать ситуацию как раз в тех странах, которые поддерживают Украину. Как вы считаете, так ли это? Вполне возможно. Здесь не следует тоже впадать в какую-то панику или преувеличивать значение этих эпизодов. Хорошо видно, что спецслужбы европейских стран, все те, кто отвечает за безопасность, за этим следят, на это реагируют, на такие попытки. Эти попытки придаются публичности для того, чтобы европейские страны и каждая из них вместе в рамках Евросоюза могли реагировать, усиливая безопасность. И ставя такие достаточно четкие препятствия для того, чтобы российские спецслужбы, если они собираются действовать таким образом, чтобы они практически не могли действовать эффективно. Но то, что такие действия в планах Кремля, в этом нет сомнений. Потому что диверсионная война, да, конечно, она тут вполне очевидна, возможно. И надо сказать, что еще до начала февральского вторжения в Украину мы уже имели эпизод в Чехии, где российские оперативники подорвали частный склад с вооружением. И это был такой заметный первый эпизод откровенной российской диверсии на территории страны НАТО. Но я думаю, что здесь к этому готовы. То есть я вижу хорошо, что и в Чехии, и в Германии, и в странах Северной Европы активно и серьезно готовятся к тому, чтобы противостоять таким попыткам Кремля. Давайте поговорим о преступности в России. МВД перестало публиковать ежемесячные доклады о состоянии преступности. И на это обратил внимание канал «Можем объяснить». На днях ведомство обнародовало актуальные данные за январь-апрель, но только в виде краткой справки с выборочными сведениями, которые преимущественно позитивный характер носили. А почему так? Известно, что у российского МВД огромные-огромные проблемы. Во-первых, публичное МВД заявляло, что не хватает около 200 тысяч сотрудников для того, чтобы нормально функционировала система МВД. А не хватает и потому, что их забирают всех на войну. И, соответственно, у МВД ограничены силы для поддержания порядка внутри страны и для борьбы с преступностью. Это одна сторона. А вторая сторона, что преступность, несомненно, растет. И мы видим потоки просто публикаций о том, как вот эти вернувшиеся с так называемой СВО люди совершают чудовищные преступления. И тут самый важный момент, поскольку Кремль дал всем этим людям какой-то карт-бланш, объявил их какими-то героями, они чувствуют себя достаточно безнаказанными. Они полагаются на то, что даже если они совершат преступления и их задержат, то они попросятся снова на фронт и окажутся на свободе опять. Это чудовищная порочная система, конечно, но она у Путина работает. И МВД поэтому скрывает данные о преступности, потому что преступность растет. И, несомненно, надо сказать, что преступность растет вовсе не за счет мигрантов в Российской Федерации, то есть не за счет приезжих из Центральной Азии, а за счет как раз участников боевых действий против Украины. Так что есть основания скрывать эти сведения. Но подчеркну, кстати, что вообще российские государственные органы в течение всего периода войны последовательно закрывают разные фрагменты статистики, поскольку отчитываться о реальных процессах не хотят. Кстати, издание «Верстка» написало недавно, что число дошедших до судов дел о бытовом насилии и побоях, в которых как раз фигурировали участники боевых действий, выросло почти в два раза с начала российского вторжения в Украину. И в 63% случаев пострадавшими были как раз женщины. Но вот то, что эти данные пытаются скрыть, ну, получается, что люди, россияне, понимают, что так называемые герои войны, которых там приглашают в школы, они понимают, что они на самом деле уголовники, домашние тираны. Ну, я уже молчу, что военные преступники. Я думаю, что понимают, конечно, но они видят прекрасно, что такова воля начальства. И если брать российскую глубинку и российский, так сказать, не Москву, а остальную территорию Российской Федерации, то там, конечно, всегда господство отношения такое, что начальство так решило, надо как-то это делать. И то, что любому педагогу начальных классов понятно, кто перед ним, когда он смотрит на этого, в кавычках, героя СВО, это каждому понятно, и опасность каждому понятна. Но, тем не менее, сделать ничего нельзя, и приходится идти на такой компромисс. Ни к чему хорошему это не приведет. Это приведет, конечно, к чудовищной деградации, собственно, и ведет на наши глаза к деградации российского общества и тех гуманитарных норм, которые вообще должны бы поддерживаться в любом обществе. Так что Верстка правильно здесь собирает материал и собрала материал, потому что так и есть. Вот эти СВОшники, их носили в быту, направлено, как раз мы видим хорошо, на женщин. И есть факты и чудовищных убийств с нанесением многочисленных ножевых ранений и нападений на стариков, то есть буквально с целью какого-то отъема денег у них или просто в результате пьяного состояния конфликта. Но женщины, старики, оказываются здесь в первую очередь как бы жертвами этих так называемых героев СВО. Давайте перейдем к следующим новостям. О губернаторах Антемасийского автономного округа Югры Наталья Комарова подала в отставку. И что примечательно в этой новости, что теперь в России больше не осталось женщин-губернаторов. Да и в целом мало женщин на руководящих должностях. Почему? Это вот к традиционным ценностям, которые сейчас культивируются, что женщина должна сидеть дома. В целом, конечно, российская политическая машина, она достаточно такая маскулинная, брутальная. Но все-таки ради справедливости надо сказать, что среди губернаторов мало, но в правительстве всегда были. И в разных аппаратах довольно много женщин. И тут надо подчеркнуть такой важный момент. Не во всех случаях это хорошо. Потому что есть примеры таких карьеристок и абсолютно беспринципных женщин в «Единой России», например, которые стали депутатами. Или в системе кремлевской пропаганды высокопоставленных. Что, в общем, мы не можем сказать здесь, что в 100% случаев женщины на руководящих постах – это хорошо. Все-таки в первую очередь речь идет о том, чтобы человек сохранял какие-то внутренние нормы. Этого, конечно, нет. Этого нет ни у мужчин, ни у женщин сейчас. Поэтому Комарова ушла. Я не сомневаюсь в том, что Кремль это прекрасно видит. И через буквально осенью, или нет, и так следующий, появятся женщины, губернатора, а может быть и две. Но хочу подчеркнуть, что, к сожалению, сейчас не то время, когда в российскую политику приходили яркие, интересные женщины-политики, так сказать, квалифицированные и стремящиеся к какой-то реальной модернизации Российской Федерации. Это все в далеком прошлом осталось. Сейчас уже нет, и ждать в этом направлении нечего. В том числе и от женщин-политиков. Ну вот по поводу женщин-политиков-карьеристок вы сказали. Вот Путин наградил спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко званием Героем Труда. Это как раз вот о таких женщинах вы говорили. За какие заслуги она это получила? Или просто такое возвращение в СССР? Молодец, служит. Да, да, совершенно точно. Это просто возвращение в СССР, где за, так сказать, выслугу лет на таком руководящем посту награждаются высшими медальными орденами государства и ничего более. Матвиенко, так сказать, не прославилась ничем во главе Совета Федерации, кроме полной лояльности Путину и полной лояльности его решения. Поэтому там Валентина Матвиенко вовсе не герой труда, с моей точки зрения. Она военный преступник в числе, так сказать, высших руководителей государства, которая, мало того, что в 2014 году активно голосовали, организовали голосование по Крыму, а в 2022 году, собственно говоря, Матвиенко была тем человеком, возглавлявшим Федеральное собрание, которое голосовало за аннексию украинских территорий, их вхождение в состав Российской Федерации. Так что, ну, наверное, вот за это ей и герой труда Путин. Путин дает, да. Действительно, да. Далее еще одна занимательная история. Дальше оказалось, что участник войны в Украине, о воскрешении которого заявил протеерей Артемий Владимиров, назвав его китайцем, оказался раненым якутом. Вот я предлагаю посмотреть отрывок. Я посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал в СВО, получил пулю в живот, развратившую все его внутренности, он от этого умер и воскрес. Ему явился святитель Лука Крымский, его исцелил полностью, его внутренности были исцелены, и вот он принимает крещение, приезжают его родственники, вот они фотографии, все уже в белых одеждах, новокрещенные адепты нашей православной церкви. Вот, а ранее, простите, а ранее также сообщалось о якобы чудодейственных свечах защиты, которые выдали мобилизованным из Перского края, чтобы те зажигали их в бою для изгнания злых духов и спасения от пуль. Вот этот рассказ, вот эти свечи, это для чего, на кого рассчитано? Ну, конечно, всегда такая война сопровождается вот этими, так сказать, всплеском мистики и каких-то бытовых суеверий, так что тут это совершенно неизбежно. Но надо сказать, что Артемий Владимиров в этом фрагменте, который показали, ведь он в молодости, лет 30 назад был неплохим и даже образованным просвещенным священником. Сейчас он производит впечатление просто сумасшедшего, откровенно. И по всей видимости им и является. Поскольку он совершенно искренне рассказывает о чудесном исцелении, ну, дальше что? Наверное, должны поклоняться этому герою своего из Якутии начинать население, может быть, какие-то меры принимать, канонизации его. Вообще говоря, Московская Патриархия находится в тяжелом, мрачном и, я бы сказал, безнадежном мрачном состоянии, поскольку Патриарх Кирилл и все высшее руководство, вся иерархия церкви высшая, она прямо поддерживает войну. Это, так сказать, зафиксированный всеми факт, в том числе и по местными церквами, православными, многими, и Константинопольским патриархом, и, да, собственно, это очевидно, и всем, всем, так сказать, гражданам сейчас. И я думаю, что с этой точки зрения Патриархия, она сейчас охотно будет приветствовать всю эту вокруг войны, такую мистификацию, такую мистификацию вокруг святости и вокруг помощи военным со стороны вот этих мистифицированных совершенно явлений, таких как вот эти все крестики, свечи, обереги. Собственно говоря, во всей этой индустрии даже нет точного различия, что у вас, языческие обереги или православные кресты. Это все некоторая разновидность такой бытовой магии. Ну, неизбежно в условиях, в ситуации, когда, видите, дело в том, что ведь от тех, кого Кремль, так сказать, забревает на войну или забирает за большие деньги, их родственники, конечно, совершенно убеждены в том, что военное командование российское будет жертвовать этими людьми. Действительно. Они не имеют значения. И хоть как-то пытаются спасти их. Да. И, к сожалению, действительно, вот так просто людей иногда попросту дурят. Александр, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Всегда рады видеть. Александр Морозов, российский политолог, был на связи с Фридомом. Благодарю. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридом, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова